варзой не на куни 2 привет окрой дверь продолжаем спасибо за хост это я тебя прикрою ты че охуел слышишь пиас ты кула шолта блядь совсем шур так куда ты дам кусь типа вам хватит кирилюс с алкоголем это перебухал сегодня нипс куда пошел ты куда ж ты куда ж ты чего-то во что не не на херу что не на херу не смотри как у тебя жанр нужен там просто я так понимаю первая часть как больше как классическая жрпг не точно вторая часть как экшен экшен жрпг но это не точно я не уверен надо смотреть надо уточнить откуда вы беретесь ты на этой базе уже никого достаться не должно я уже всех убил а вы все откуда-то бежите я только что босса завалил пошел дальше и меня убили меня заставили начинать перед боссом мне рассказывать про эти штуки так медленно порой поворачивается прям бесит нет меняешь босс долгий долгий муторный дать хочется пулемет взять но с другой стороны ракетницы но это не ново заставляют заставляют всю главу заново проходить иди ешь свой тортик уже так не понял ясно ясно тревога привести план исполнение готовьте панцир шрек здарова 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 уэпс уэпс да я забрался для вас короче типа они видимо хотели чтобы я встал туда стал туда где он стоит чтобы в него стрельнул чувак с ракетницы чтобы мост развалился ну короче поскольку я самый самый последовательный человек в мире я все сделал наоборот я убил чувака в тот момент когда я был на нем в меня выстрелили с ракетницы мост сломался чувак взорвался короче да все хорошо тут две цели я не ломаю игру кто тебе сказал такой глупость так не понял что происходит почему все спецкостюм меня это дамажит могу ли я пить кровь через костюмы ты ломаешь игру все время бывает я не ломаю кто куда ушла есть люди ты была нихуя себя что-то тихо стало как-то внезапно тихо мне стало может наушники надо посильнее втыкнуть куда что ты взялся и зачем ты кинул туда гранату и чё ты в майке да кто стреляет то в меня ёпта мать вы откуда беретесь то вроде громко но непонятно что ты приносит и и и и и и и и Снимите её с меня! Так, здесь все Следующая где-то там Сколько часов проходит, без понятий Часа четыре, наверное, может быть, тари Без понятий Ух, здорово Кусь Так, следующий где-то Где-то наверху Хм Хм Странненько Аааа Те в культуре Холодильник, что ли? Морозильник? О, лестница На есть то, что нами Ту-ту-ту-ту-ту-ту Уберите ее с меня! Уберите ее! да нато это и лунг плей че то он сам ко мне пришел долг плей как я заметил обычно либо играет тот кто знает игру уже наизусть и выбрали на тот кто вообще не человек живой просто робот объяснить что ты игру проходишь без дамага просто делать и вещи которые на болеть вообще невозможность сделать объяснить да никак 0 датки нарезки частенько такое замечаю что просто иначе какой-то момент игра останавливается через секунду продолжается просто начал такой бежит 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 хуяк остановился на секунду как будто значит сделать сейф стоит ну так что вы короче не было на надписи сделан сейф чего останавливаться херный видимо за этим остановился чтоб сейф стоит сделать так как не слою бороться не то не то дальше побежать вот вообще другую сторону дорога дыру пацаны ничего до бифт фронт что это значит да у с к и до гитлер такой так блэд то есть чего тут Снимите её с меня! Снимите её с меня! Так, на нас. Набрали оружие. Это частная неферинка? Чё за магический стол такой? Снимите её с меня! Уберите её! Снимите её с меня! Снимите её с меня! Я просто думал, что кто-то за столом стоял, типа перевернул его. Ну, короче, вышло так, что стол сам перевернулся. Вот этот вот. Чё? Клоны хреново. Может, какой-то микс озвучит. Кто знает. Здорово. Я даже пытаться не буду его обойти. Просто заспамлю. Хм. Так, и куда? Куда-то сюда? Какого вульфика? Что такое вульфик? Так, это всё? Вульфинштейн. Чё, нельзя было сказать сразу вульфинштейн? Вульфика. Вульфинштейн. Я проходил. Вулф была, то что ли? Или не ордер? Не помню. Чё-то одной из двух. Предистория. Там ещё был чувак, собак, его. это ты не знаю кто там чего-то считает я битва другие части более нового не нормально я на было наверно не особо наверно тот же будет не думаю что он просто подкал бы заточен не думаешь он плохой прям понятно что как там называется ню колоссус гриблить ему голову отрубают потом пришивает другому телу он все еще жив это конечно полная лютая хрень но это прикольно чему нет ты снова она вроде как-то не самая старая из последних вроде как указку я-то за какой из-за каких персонажей тоже наркомания просто полный происходит тому же на беременные ходят стреляют блять направо и налево и сюжет напоминает весланных ублюдков с того уже про это говорили тебе просто не нравится этот фильм мне кажется этот фильм хороший кто говорит обратно того слушать не надо ты его не смотрел он хороший но он по-тарантиновский хороший то есть он идиотский полностью от начала и до конца но это и неплохо это как в джанго блять когда это там момент такой был к девах просто стоит в дверях такая короче лестница он стоит вот здесь короче вот тут стена проход стадивах вот так вот такой попрощайтесь с миссис такой такой-то блять и ну за ту вот с этой стороны он стреляет в нее вот сюда как вот в эту часть то есть она должна упасть вот сюда если в нее попасть он в нее стреляет отсюда короче попадает в нее и она улетает вон туда это полный блять пиздец полный бред но сука это слишком смешно чтобы я просто говорил что это плохой момент она слишком эпично улетает в проход просто как щука вот на веревке в любом там на веревке было в другую сторону абсолютно это идиотский по-тарантиновский просто также бесславных ублюдках когда они решили убить гитлера в кинотеатре чего в принципе в истории то вроде как то и не было фильме это сделала шикарно особенно когда брэд питт пытается говорить с каким-то акцентом с итальянским такой я итальянец коренной россии шикарный фильм не знаю вы у нас тремя смотрели вроде лагер так я кой-чего увидел интересно мне папочка а и 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 это сейчас это сейчас из анекдота было или что нет это не из анекдот это из фильма 17 мгновений весны вас я попрошу остаться зачем дверь открывалась я сквозь нее прошел что не опакуем не опакуем опять через дверь прохал был минус чувак стоял чувак значит стоял чувак я его начал бить атакой отрубил ему руку он начал бегать он сделал круг вокруг меня и просто упал замертво без крови без ничего просто так убежал бежал нету его нет я не хочу вас смотреть не собираюсь не знаю петер динкл очень снимается в роли охотника на вампиров бум красиво какой хельсинг ван хельсинг или хельсинг аниме нарушение системы безопасности в лаборатории личному составу приказано немедленно бросить преследование явиться в лабораторию все суда скорее они вырвались на свободу трофеи вещь полезная или как он там говорил в хозяйстве все пригодится похоже это 1с озвучка ведь одни и те же люди вечно на всех ролях так здорово зачем хельсинг снимать смысл чем-то мне видеть что и 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 вот ты что-то потерял гуд бэд андет чё это а для меня еще как бы сомнительно звучит что питер динклэйч будет играть охотника на вампиров хотя бы потому что но я не видел вампиров карликов и когда то есть но получится так что он будет сражаться с высокими вампирами будучи мелким звучит странно но кто я такой чтобы мешать такому случится нашел когда его нашел последний из рода ван хирсинг динклэйч джейсон вампир я как чувствовал чем шаду за колоссов ты прощает сюжет к стреланию охотник на вампиров объединяется с вампиром который поклялся не убивать это сюжет к стуле где-то мелкие враги здоровы понятно мне нравился этот сериал я не знаю кончился он не кончился ну был клево нарушитель открывай дверь я пытаюсь ее заклинило не совсем ван хирсинг была она была ванесса ванесса хельсинг плюс там нетипичная история была для этого мира то есть апокалипсис вампира победили то есть это короче walking dead только про вампиров и там был клевый чувак ну как клевый как по мне это это весьма сложная роль чувак чувак вампира апокалипсисе глухонемой все он не разговаривает и не слышит таких персонажей в таких фильмах просто не бывает и он в этом сериале самый клевый и я не хочу ничего спойлерить дальше про него он слишком хорош как ходор не ходор не глухонемой худр это посттравматический синдром поэтому ходу игрок присталов не смотрел ну по крайней мере я так называешь об этом не говорит чего не на самом деле посттравматический синдром до тех кто не смотрел но ходор классный ты не спор проблему этого персонажа то что русская озвучка не дает этому персонажу раскрыться полностью я сомневаюсь что там адаптация это адекватно плане не всплыв в плане его имени то что его имя это смысл его персонажа в английском в оригинале это все логично то что слышишь слово и как бы ну понимаешь чем речь в русской озвучке я хуй знает есть только значит на оригинальный язык переводить и то хуй знает будет понятно нет тем кто не шарит в английском в чем смысл кто это чуй то согласен клюет будто двери открывается в смысле давайте вместе вообще не нужно это как доктором хаоса там тоже такая была хрень что у него приход был и все время говорю это деваху он какую-то видел не мог понять почему он ее видит и у нее все время был короче кулон на шее янтарный такой это пиздец какой то перевод который я смотрел там они снизошлись до того что они перевели янтарь как имбирь потому что ну персонажи звали эмбар они решили эмбар имбирь вот так вот как-то наш то есть чтобы какая-то логика осталось ну ладно хоть так но это все равно как-то странно что такое ты блять меня закрыли короче они туда и не сюда не могу а окей еще какие-то новые враги воду что тут произошло их съели чего привет не желают ли нацисты выйти и поразлиться давайте же обещаю что буду кусаться окей окей день н Pop у м д как эту дверь открыть черт как от ее открыть не открывается херня какая почему нет не открывается добрый день 0 айду понизу заперто заперто хорошее слово и заперт наслушаешься всяких чувакова с ютуба сидел видосчера смотрел по ванпису чувак короче ударение болеть чуть ли не в каждом слове ставит неправильным и так выбесил просто нахуй сижу не могу мне как колотит нахуй изнутри открываю комменты никто ему даже значит слова не сказал про это например издалека было слышно звуки колокола я кого колокола это как как в детстве колокола луки колокола блять поэтому он был кто-то летит чё происходит-то чё за звуки чё вечер пропустил ничего не про ну что он не до конца на русском говорит вполне по себе я просто ну поправляли бы хоть его не знаю что говорить неправильно всем чё-то насрать немного похоже то есть вам делают контент и вы не можете человека поправить чтобы он так в будущем не делал с каким таким коваром ловаром правильно ловаром и тоже один из чуваков который по панпису видосы снимает у него говор но с этим ладно я еще нормально как-то он хотя бы ударение более-менее нормально стоит но тут я понимаю что он скорее всего с украины это очень сильно а потому чуваку не скажешь как пресловутый московский акцент пресловутый нас пресловутый акцент это чем ближе к москве живешь тем больше ты букву а тянешь вот это пресловутый акцент чего я здесь делать не пойму может быть вон туда нет расисты кто расист не почему я сейчас их быдно полови по нему сразу видно потому что знаешь потому что он шипящий не очень сильно типа значит не ничто а шо такой вроде бы живет здесь это даже нервы чуть-чуть как 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 они говорят там еще нет шо это совсем другое не отчеты нашу так вот че да я идут не пойму никуда сюда вообще нужно ничего сделать она дышу происходит твой вчера я изучение шипящие может быть я блять не шарю так кто там хоть появится чё за черти-то здесь внутри можно что там за говно происходит чё 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 простите ебало ты кто блять чё за хуй то здорово ты чё 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 за дичь типичный это короче вот эти вот которые знаешь из наш не из нашей раши как это реальные пацаны вот вот такой акция вот быдлоговор ну там это прям сильно на этот на ной на на этот на отыгрыш работает потому что я эту деваху встречал с этого с реальных пацана маленькую такую пухлую она так не разговаривает в жизни понятное дело она нормально разговаривает этот элитный город этот не на чё я к нему подошла чё у на что я делаю ты здесь теперь рубильник на тыкнуть ну мы не каждый раз такого человека встречаешь и удивляешься как ты блять не ржешь то при нем в полный голос просто от его вот этого вот разговора ты сдохнешь нет ты ты да окей я так понял что если выпивать из них кровь тело с них падает остается вот эта голова хорошо в принципе нетривиально но в не туда кто чё 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 кто засрал за что засрал я не понимаю как что это так может это мост это то это то что вот Продолжение следует...